Здравствуйте! В этом видеоролике я покажу и расскажу, как получить чистый белый фон непосредственно при фотосъемке. Тем самым свести к минимуму давнейшую обработку фотографий. Это видео больше предназначено для любителей, которые не занимаются профессиональной фотосъемкой, но тем не менее возникает необходимость продемонстрировать друзьям и меру в интернете результаты своих творений. Идея получения белого фона при фотосъемке основана на том свойстве цифровых фотоаппаратов, что если вы даёте слишком большую выдержку и геофрагму, то есть засвечиваете фотоснимок, то получается чисто белый лист. Значит нам остаётся сделать так, чтобы фон, на котором снимался объект, оказался засвечен, и при этом сам объект оказался в нормальном виде. За основу я возьму простейший фотоаппарат, непрофессиональный, Canon PowerShot A490, 15-летней давности, 10 мегапикселей, по старичьей мыльницы. Если вы являетесь счастливым обладателем профессиональной оптики, то тем более у вас всё получится, потому что принцип создания фотографии с чистым белым фоном остаётся тот же самый. Для того, чтобы получить белый фон, надо соответствующим образом настроить фотоаппарат, ну и подготовить рабочее место. Мы сейчас настроим фотоаппарат, покажу как создать рабочее место на скорую руку, ну и если вы решите поставить фотографию на поток, то в конце видеоролика я расскажу какой и зачем бывает цвет фотографии, а также как создать фотостудию для постановки фотосъёмки на поток. Начнём. Чтобы настроить фотоаппарат, он должен обладать некоторым минимумом возможных настроек. Значит, первое, он должен поддерживать режим P, программируемый. Выбираем этот режим. Дальше идём по меню настройках. Первое. Чувствительность 800 у меня выставлена. Не надо делать большую чувствительность 800, это, наверное, крайний предел. Дело в том, что если вы ставите высокую чувствительность, светочувствительность, тогда резко увеличивается количество шумов на фотографии и, соответственно, падает качество. Второй параметр. Автоматический баланс белого. Оставим его авто. Существует несколько способов получения баланса белого. Баланс белого является основой для начала фотографии. Простейший способ получить баланс белого при автоматической настройке это перед включением фотоаппарата навести на какой-то белый предмет, бумагу или потолок и включить фотоаппарат. И у вас на время съёмки баланс белого будет соблюдаться, если вы сделали всё правильно. Следующая настройка, которая является определяющей при получении белого фона. У вас замер экспозиции фотоаппарата должен быть выставлен на точечный. То есть экспозиция будет замеряться в конкретной точке снимаемого объекта, а не по всему кадру или там по группе кадров. Остальное всё оставляем количество кадров, разрешение на ваше усмотрение. Итак, выставили баланс белого авто и замер экспозиции точечный. Следующее, что нам нужно делать, чтобы посмотреть, чтобы фотоаппарат поддерживал коррекцию экспозиции. Выглядит она вот так. То есть по умолчанию, когда экспонометр фотоаппарата выставляет выдержку диафрагмы в режиме P программированном, этот ползунок стоит на нуле. Дальше в процессе фотографии я объясню, надо будет сдвигать этот ползунок в сторону. Плюс, то есть делать небольшую засветку фотографии и смотреть, что в итоге у нас получится. Также необходимо, чтобы ваш фотоаппарат мог быть настроен на просмотр полной информации о кадре. она заключается в следующем. Вы имеете полную информацию о кадре, когда, сколько, какое разрешение, выдержка, диафрагма, вот этот показатель. Это коррекция экспозиции, которую я только что демонстрировал. И главное, сам предпросмотр, видите, моргает. Вот если этого режима в вашем фотоаппарате нету, то вам сложно будет подобрать оптимальные условия съемки, придется действовать наугад. Лучше подобрать фотоаппарат, который поддерживает превью с полной информацией о съемке, включая показ так называемой гистограммы. Итак, мы что делаем? Выключили фотоаппарат, наводим на белый фон, включаем. Получаем автоматический баланс белого. Теперь, поскольку мы выключили фотоаппарат, у нас сбились настройки, все настройки остались кроме одной. Точечная замер экспозиции. Сделали. Теперь, при фотографировании какого-то объекта, при фотографировании какого-то объекта, вот начнем с этого простейшего объекта. Мы наводим фотоаппарат на объект и выбираем точку замера экспозиции. Выбираем точку замера экспозиции. если у вас резкие различия по цвету объекта, то нужно выбрать нечто среднее между самым ярким и самой темной частью объекта, ну и сделать несколько пробных снимков, чтобы настроить параметр коррекция экспозиции. Ну и так, начнем, попробуем, что у нас получится. Сейчас я включу вторую камеру и попробуем сделать пробные снимки. В идеальном случае коррекция экспозиции находится в нулевой позиции, но для того, чтобы получить засвеченный фон белый и в то же время не испортить фотографию самого объекта, мы немножечко прибавим экспозиции, вот она на одну треть двигается по умолчанию, поставим единичку для пробы и попробуем сфотографировать. Наводим фотоаппарат на объект, выбираем, нажимаем так, выбираем точку замера экспозиции, наполовину кнопочку нажимаем, кадрируем, кадрируем, как нам удобно, чтобы в кадре посередине размещался ваш объект и делаем снимок. Вот мы сделали снимок. У нас видите, получился если мы сделаем предпросмотр, у нас мигающая часть, мигающая часть, это как раз область, которая засвечена. Нам надо добиться такого положения с помощью света и коррекции экспозиции, чтобы весь белый фон был засвечен и в то же время сам объект оказался в приличном состоянии. Давайте сделаем еще снимок, уберем тени от моих рук, руки отодвинул, и у нас получился снимок полностью засвеченный. Можно посмотреть на камере, это можно сдвинуть. Вот мы видим снимок, на котором у нас фон засвеченный, об этом говорит мигающая область, и в то же время сам объект у нас вроде как ничего получился. Меняя коррекцию в плюс или в минус, мы добиваемся так, чтобы у нас фон остался засвеченный и меняя точку замера экспозиции на объекте, постараемся по минимуму засветить сам предмет съемки и в то же время оставить фон по максимуму засвеченный, чтобы нам потом в дальнейшем меньше обрабатывать фотографию. Я, чтобы не терять время, заранее приготовил, вот мы сейчас делим два снимка, заранее приготовил пару снимков этой платы. Также приготовил фотографии нескольких предметов на другом рабочем месте и мы на них посмотрим плюсы и минусы того или иного метода получения фона, редактирования, а также создания рабочего места. Эти объекты выглядят в жизни вот так. Это значит обезьянка, мишка, ну и небольшая шкатулка. Фотоаппарат мы теперь отставляем в сторону. У нас уже снимки перенесены. Значит давайте посмотрим на рабочие места, которые фотографировал. У нас имеется белый матовый пластик, используется обычная люстра, сейчас мы ее найдем. Вот она. В качестве рисующего света у нас используется обыкновенная настольная лампа дневного света. Вернем все обратно. Мало ли нам еще пригодится. Так. Ну и теперь мы посмотрим на наши фотографии, которые получились, как они выглядят и что с ними дальше делать. Закроем. Это закроем. Ну и откроем папочку с фотографиями, которые я приготовил. Папочки с фотографиями, откроем папочку с фотографиями, которые я приготовил. вот два снимка этой платы. Посмотрим на них. Но для наглядности сделаем так. В настройках поменяем фон редактора на черный. Вот как выглядит у нас сам собственно снимок. Вернем настройки на белый фон, чтобы можно было сравнивать фон собственно фотографии и объекта. Как видите, с белым фоном у нас все в порядке. То есть фон редактора и фон фотографии полностью совпадают. Но объект у нас получился немножко засвеченный. Из-за того, что мы сделали коррекцию экспозиции на плюс единичку сдвинули, это исправляется тем, что надо экспозицию эту вернуть обратно. Поскольку фотография не засвечена, никаких дефектов у нас быть не должно, поэтому мы делаем коррекцию цветов. Она называется гамма-коррекция. Или коррекция уровней, если других редакторов смотреть, но в целом гамма-коррекция. По умолчанию она у нас единичкой, мы сдвигаем ее, вот по умолчанию, сдвигаем ее на свое осмотрение и смотрим, что получаем. Ну здесь надо сделать где-то 30, исходя из моего опыта. применить. Окей. Вот мы получили в принципе удовлетворительную фотографию своего предмета. Ну и в дальнейшем мы можем им уже располагать так, как считаем нужно. если посмотреть на эти два снимка, то они немножечко отличаются друг от друга. Это связано с тем, что я выбирал немножко разную точку замера экспозиции, когда наводил фотоаппарат на объект. В одном случае была более темная часть, в другом случае более светлая. В итоге у нас получились немножко разные снимки. Ну и тот и другой не засвечены и поэтому их можно с минимум затрат на редактирование привести в идентичное с объектом состояние. Но съемка таких объектов, которые отличаются от белого фона достаточно проста и как видите никакой сложности не представляет даже самых примитивных условиях. Но по идее правильнее было бы фотографировать такие объекты разместив на стекле взять стекло положить на него белый лист бумаги ватман или что нибудь похожее полупрозрачное на него положить собственно говоря сам снимаемый объект и снизу через стекло подсветить рассеянным светом так называемым контурным светом. В таком случае нам возможно даже не понадобилась бы коррекция экспозиции на фотоаппарате. поскольку свет фона был бы явно ярче чем собственно сам объект и у нас сразу получился бы готовый снимок. То есть общий свет идет заполняющий так называемый у нас выступает в его качестве люстра рисующий свет это настольная лампа почему он называется рисующий потому что им создаются тени от этого света он более яркий добавляет общей освещенности но и появляются тени на объекте тени на объекте как правило желательные потому что они придают объем объекту и большую выразительность закрою нам больше это не понадобится сложнее обстоит с объектами которые объемные объемные на плоской поверхности их уже не сделать и в которых много белого света особенно на границе здесь уже нам такими простыми средствами не обойтись но тем не менее никаких сложностей в создании таких фотографий не представляет давайте рассмотрим эти фотографии и место съемки этих фотографий но можно начать с места съемки давайте посмотрим место съемки вот как выглядит место съемки то есть это обычных два листа А4 поставлены на стол ну и в качестве освещения у нас используется дневной свет и люстра комнатная то есть практически у нас остается только заполняющий свет никакого другого света нет конечно люстру использовать как я потом покажу не очень правильно но цель демонстрации я сознательно пошел на это чтобы показать что получается итак у нас два листа коробка стол дневной свет и люстра то есть только заполняющий свет ничего другого у нас нет посмотрим фотографии вот я сделал серию фотографий с разной экспозицией как видите здесь у нас чисто белый фон не появился в принципе это легко удаляется но тем не менее это дополнительное время для редактирования если вы штучно делаете какие-то снимки то в общем-то здесь беды никакой нет но если у вас количество фотографий уже становится приличным то потери на редактирование они становятся весьма ощутимы в связи с этим нужно постараться добиться по максимуму чистого белого фона вот следующая фотография следующая 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 вот мы получаем получили белый фон чистый но фотография получилась весьма засвеченная сама не очень хорошо так же и этот объект здесь практически у нас уже поскольку он темный объект как и в первом случае с платы фактически готова фотография немножко сделать коррекцию гамма коррекцию и фотография будет готова эта фотография так же здесь мало белого фона который по границе фотографии здесь тоже в принципе если только обрезать фотографию вот эти вот засвеченные незасвеченные места то получаем готовую фотографию мы это сейчас еще проделаем самая такая фотография которые границы почти белого цвета походят по краям здесь конечно надо будет немножко поправить но тем не менее вот мы имеем чистый белый фон фотография немного засвечена но она тоже легко убирается двумя щелчками мыши это уже как вам больше понравится и так приступим но редактировать мы будем не в этом простейшем редакторе который IrfanView хотя в некоторых случаях можно обойтись и им но в редакторе GIMP GIMP это свободно распространяемый редактор очень похож на фотошоп но в качестве демонстрации я не буду пользоваться фотошопом буду использовать GIMP чтобы показать что вполне достаточно не такого навороченного редактора как фотошоп 90% функции которые нам не понадобятся а можно взять редактор и попроще и в некоторых отношениях ничуть не хуже я отобрал несколько фотографий уже для правки из этой серии снимков давайте начнем с простейшего вот у нас фотография которую мы уже смотрели откроем ее в GIMP можно немножко уменьшить чтобы видно было фотографию здесь гамма коррекция проводится цвет уровня можно по цветам выбирать уровни корректировать это уже вопрос второй в данном случае нам просто коррекцию экспозиции которую мы устанавливаем надо аннулировать то есть вернуть в исходное вот мы получили в сущности готовую фотографию окей увеличиваем вот один щелчок мыши и мы получили готовую фотографию на чистом белом фоне но это я повторяю мы сделали на примитивном совершенно месте фотосъемки используем только заполняющий свет без всякой дополнительной подсветки но тем не менее даже в этой ситуации редактирования фотографии сводится к обрезке и большой коррекции для компенсации нашей замеры экспозиции возьмем следующую фотографию из серии которую мы сделали здесь также все достаточно просто берем цвет уровней и делаем коррекцию так как нам больше всего понравится надо сказать что получив белый свет получив белый свет белый цвет фона вы без труда можете перенести эту фотографию на любой другой объект скопировав ее на прозрачный фон либо собственно поменять сам фон на любой цвет но это понятно давайте мы сейчас сделаем фотографию на прозрачном фоне для этого мы волшебной палочкой с настройкой по умолчанию поскольку у нас белый свет чистый выделяем обращаю внимание мы выделили не сам объект а фон вокруг объекта поэтому чтобы скопировать буфер обмена потом вставить сам объект нам нужно что сделать выделение инвертировать я буду пользоваться мышкой и пунктами меню не используя клавиши быстрого функциональные клавиши в целях наглядности хотя если вы освоите вот этот набор быстрых клавиш то работа с редактором у вас значительно ускорится и так инвертировать так я уже инвертировал выделение еще раз второй раз вот теперь мы что делаем копируем копировать так у нас скопировался не то значит опять инвертировать это я заговорился копировать вот у нас скопировался буфер обмена движонок теперь мы что делаем создать новый холст выбираем прозрачный фон ок вставить вставили поскольку у нас объект на прозрачном фоне мы без труда его можем вставить в любое другое место наложить на имеющиеся какие-то изображения на других фотографиях но чтобы сохранить его в прозрачном фоне это я говорю для тех кто не вникал никогда в это поскольку ориентирован еще на любителей то это изображение нужно сохранять в формате PNG хотя бы JPEG формат общий распространен но он не поддержит прозрачный фон поэтому при сохранении фотографии с прозрачным фоном нужно использовать формат PNG но это так для общего сведения возьмем следующий объект более мудреный это вот объемка объемка здесь чистый белый фон у нас получился на фотографии одной на другой не очень чистый фон и в том и в другом случае мы можем без труда без особой правки быстренько подредактировать здесь также цвет уровня корректируем и получаем на свой вкус нужную обезьянку здесь поскольку у нас много почти белого собственно в самом предмете этой фигурки то при копировании или выделении чтобы перенести эту фотографию у нас могут получиться некоторые изъяны скажем здесь или здесь ну давайте посмотрим для этого мы возьмем также волшебную палочку уровень диапазон цветов сделаем поменьше где-нибудь пять да и выделим посмотрим что у нас получилось у нас получилось практически идеально вот некоторые изъянчики небольшие есть вот здесь плюс увеличиваем то есть даже вот на границе белого и беловато сероватого у нас более-менее изображение получается нормальное есть некоторые изъяны вот здесь подправить нужно можно здесь немножко подправить ну и если вам не нравится тень тоже отрезать тень я не буду останавливаться на этом поскольку у меня есть видеоролик о графическом планшете там более детально рассмотрен этот вопрос на примере использования графического планшета с пером если вам приходится редактировать какие-то изображения то графический планшет является предпочтителен предпочтительней чем мышка в силу того что ее можно более точно рисовать контуры обводить какие-то предметы я бы рекомендовал пользоваться учиться пользоваться графическим планшетом даже самым простейшим день-два практики и вам понравится закрываем это изображение давайте возьмем самый сложный объект вот у нас две фотографии дельфина в прозрачном шаре и нам надо как-то сделать так чтобы и объект остался более выразительным и в то же время он у нас не был и та и другая фотография легко корректируется но начнем с этой фотографии с этой фотографии также здесь идем цвет уровни делаем коррекцию ну вот у нас уже почти натуральный объект давайте рассмотрим вторую фотографию более сложную если у нас допустим почему-либо не получился чистый белый фон но фотографию терять не хочется значит мы возьмем тогда вот эту там где у нас не получился чистый белый фон серый значит мы можем поступить двояко во-первых обрезать обрезать фотографию по максимуму чтобы осталось меньше сероватого фона залить белым фоном нам не нам не удастся потому что у нас практически внутри шара тоже совпадает и у нас будет чересчур много залитого поэтому мы поступим таким образом выделим тот объект который ту часть объекта которую нам не нужно трогать если у вас не круглый объект а какой-то фигурный то тем более лучше использовать графический планшет с первым у вас получится быстрее и точнее сделать выделение теперь мы выделение это вырезаем вырезать ну и остается нам только вот фон который сероватый залить белым светом заливаем белым светом вот у нас белый свет и вставляем так опять инвертировать инвертировать чтобы у нас опять был круглый и вставляем то что мы вырезали обратно вот выставили обратно у нас получилась замечательная фотография можем для демонстрации залить каким-нибудь фоном все прекрасно какая-то коррекция или обрезка теней или каких-то небольших изъянов используйте графическое перо и у вас все будет лучше в виде теперь давайте посмотрим на рабочее место если вы задумали поставить фотографию на поток то надо постараться еще больше свести к минимуму редактирования снимаемых объектов для этого нужно организовать рабочее место по всем правилам значит давайте посмотрим как это может выглядеть вот у нас фотостудия небольшая значит здесь что у нас значит вот раз два три четыре светильника они направлены на фон вертикальный это фоновый свет он обеспечивает более яркая освещенность фона заднего снизу имеется светильник который подсвечивает снизу контурный свет он обеспечивает более яркая освещенность нижней части нашего места съемки то есть это фоновый свет там контурный свет общее освещение в офисе является заполняющим светом также у нас имеется еще два светильника два светильника так называемый рисующий свет они затянуты матовой полупрозрачной материи для того чтобы свет был рассеянный рисующий свет он дает мягкие тени на объект тени в общем придают объем снимаемому предмету но и делает его более натурально выглядевшим сама конструкция основана на металлической раме для того чтобы снизу можно было подвести контровый свет также можно было расположить контровый свет за вертикальной за вертикальной панелью но в данном случае обходимся двумя светильниками для обеспечения заднего фонного света фотоаппарат конечно здесь уже мыльнице не годится здесь надо ставить нормальный хороший фотоаппарат но и в то же время если вы не снимаете съемкой живых объектов или каких-то там слишком вычурных фотографий то достаточно зеркалки начального уровня здесь нужно обратить внимание на какой вопрос штатив обязательно значит профессиональные фотоаппараты имеют как экран экран дисплей и видоискатель работая если ставить фотографию на поток с видоискателем довольно сложно поэтому вы будете в основном ориентироваться на работу с экраном поэтому в хороших фотоаппаратах имеется заглушка которая закрывает видоискатель если у вас зеркальный фотоаппарат то это необходимо делать потому что иначе будет некоторое наложение на показания экспонометра и просто вам будет больше мороки учитывать эту погрешность это реально действующая студия которая используется для съемки объектов для интернета но и количество снимков сделанных на этом столе но далеко за 100000 поэтому можете сделать что-то себе подобное не забывайте что свет должен быть рассеянным в этом случае все будет лучше в виде сейчас я покажу что бывает когда свет в общем-то так не очень это мы вернемся мы вернемся к этой фотографии как я уже говорил она сделана в комнатных условиях комнатных условиях где используется свет от окна и главным образом вот это люстра и давайте посмотрим что получается эта фигурка предмет небольшой высоты буквально там 5 сантиметров на нем имеются блики давайте мы делаем коррекцию еще раз цветовую блики от люстры несмотря на то что фотоаппарат всего лишь мыльница и не так уж много 10 мегапикселей по нынешним временам тем не менее тем не менее на нем хорошо видно преувеличение хотя эти блики там пару миллиметров видно в общем-то плафоны люстры то есть делать так как показано в данном случае не стоит лучше использовать какие-то лампы дневного света квадратные заматываем каким-то листом материи чтобы свет был рассеян и не получалось вот таких казусов ну вот в общем-то и все что я хотел рассказать желаю успехов в фотосъемке немножко практики и все получится в лучшем виде до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...